Вот так выглядит передвижная детская поликлиника. Вездеход на базе КАМАЗа. 8 метров в длину, 2,5 в ширину. Внутри кабинеты и самые дефицитные на селе доктора с самым современным оборудованием. Первый рабочий день мобильной больницы в Викшурбодье. Вот, пожалуйста, аппарат определяет по центру, не по центру ребенок фиксирует взгляд. То есть есть небольшое расходящееся косоглазие, буквально в 5 градусов. Разница зрачков есть левый шире, чем правый. Кроме офтальмолога, и кшурбодинских ребятишек посмотрят гинеколог, ортопед, лор, хирург. Узнав, что в село приехали городские доктора, родители взяли отгул на работе и привели детей на прием. Очень удобно, конечно. Городские, более опытные, что ли, врачи посмотрели. Таких машин для Удмуртии закупили две. Одна для детей, другая для взрослых. Набор медоборудования разный. Принцип один. Сделать медицинскую помощь доступнее, довести ее до самых отдаленных районов. Стоит такой комплекс 10 миллионов рублей. Чтобы бесперебойно работать и колесить по республике, имеет автономное электроснабжение и выход в интернет. В день может принять до 100 пациентов. Здесь же провести лабораторное обследование. Можно сразу сдать анализ крови, анализ мочи, проверить кровь на сахар. Кроме того, имеется аппарат УЗИ, очень современный, со всеми необходимыми насадками. Можно обследовать все внутренние органы ребенка. Александр Соловьев сегодня тоже посмотрел на передвижную поликлинику. Не испраздновал любопытства. Вопросы здравоохранения он взял под личный контроль. 6 миллиардов рублей было потрачено на модернизацию республиканской медицины. Но в Удмуртии то врачи устраивают забастовки, то пациенты пишут жалобы на докторов. В отрасли бардак, жестко заявляет Александр Соловьев. И увольнение министра – шаг неизбежный. Для меня это было ожидаемо. Я считаю, что вот это та самая болячка в республике, вторая после дорог. Мы много говорили, я на всех встречах отмечал о том, что здравоохранение должно быть лучше, человечнее. Мы понимаем, что профессионалы присутствуют, работают, но человечности нет. Поэтому я долго взвешивал, что нужно изменить. Я не говорю о том, что настолько был плох министр на здравоохранение, что мне пришлось принимать такие меры. Это не экстренные меры, они шли каждый день. Сегодня руководитель Минздрава в статусе ИО, подчеркнул Александр Соловьев. Станет ли Алексей Чуршим министром – выяснится в сентябре. До этого у него есть время проявить себя, отладить работу системы здравоохранения и в конечном итоге выиграть конкурс открытого правительства.